Приветствую вас, дорогие зрители, меня зовут Лиза, и сегодня мы с вами последний раз видимся в ролике, который я записываю на своем старом компьютере. Для того, чтобы все было символично, я решила взять тот же самый маршрут, и я повезу груз из Касселя в Оснобрюк, и повезу картонную тару 20 тонн. Следующий ролик на моем канале будет в четверг, и это будет обзор моего нового компьютера, ну а уже в субботу, 27 мая, выйдет первый ролик по Евротраку на моем новом компьютере. Ну а сейчас мы прокатимся в последний раз, да, при помощи моего старого ПК в Евротраке, ну и, конечно, я на механике. В самом первом ролике я еду на автомате, но раз уж я сказала, что я буду ездить на механике, то и ролик последний я решила сделать на механике. Конечно, хочу еще раз сказать, что это не самый последний ролик на канале, потому что 100% найдутся люди, которые подумают, что роликов больше не будет. Нет, нет, канал также продолжает функционировать, само собой, вот просто у меня появился новый шикарный компьютер, его вы увидите в четверг, я вам там все покажу, все расскажу. Но уже какие-то фотографии, какие-то частички моего нового ПК вы можете увидеть в моей группе ВКонтакте, а эта ссылка на группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Поэтому если вы хотите быть в курсе и в теме всех новостей, которые связаны с моим каналом, то welcome в описании, в группу ВКонтакте. Так, мы ждем, когда у нас загорится зеленый, и нам направо. Все, отлично. Так. Конечно, да, мой самый первый ролик, наверное, не такой качественный, как те ролики, которые я записываю сейчас, чего только стоит расположение камеры и свет, которые я выставляла совершенно неверно. Но, тем не менее, со временем научилась делать так, как вы сейчас видите. Так. Забираем прицеп. Возможно, кто-то подумает, что глупо так много времени уделять прощанию со старым компьютером, да, и так много уделять времени встрече с новым компьютером. Но я считаю, почему бы и нет, да, потому что этот компьютер все-таки трудился практически два года на благо канала, и мы можем его достойно проводить. И, кстати, сделаем мы это на стриме завтра. Будет последний стрим завтра на этом ПК. Будем его провожать в последний путь. Не, конечно, без этих всех сентиментальностей, просто последний стрим на этом ПК. И, как я уже и говорила, праздничный стрим тоже будет на новом компьютере в воскресенье. Это, получается, будет у нас 28 мая. Так. Аккуратненько выезжаем из компании. Опа, заглохли, извините. Ну, бывает, ничего страшного. Так, нам надо выезжать. Потихоньку. Ой, машины, машины. О, спасибо. Пропускают. Все, можем ехать. Как раз-таки можете потом вернуться к моему первому ролику и сравнить качество моей езды. И вообще, то, как я веду сам ролик, мне кажется... Ну, объективно, конечно, стало лучше. Так, так, так... Могу, конечно, поднакинуть сентиментальности, да? Сказать, что этот компьютер служил верой и правдой почти два года на благо моего канала. Это был хороший компьютер. И мне жалко с ним прощаться. В скобках, нет, не жалко, потому что новый компьютер лучше. Вот. Но хороший компьютер. Так старался, так старался. Как мог, как мог, понимаете? Вывозил тигры, которые мог вывозить. И не вывозил тигры, которые он не мог вывозить. И стримы. Спасибо, видимо, к третьему, да? Самый кроткий стрим, который длился пять минут. Спасибо, компьютер, я это запомнила. Так, поехали. В итоге я уже один раз заглохла. Но, блин, очень я не хотела глохнуть. Но, к сожалению, вот вышло так. Более-менее, кстати, к механической... Ой, еду с поворотником. Более-менее, к механической коробке передач я уже привыкла. Хотя, конечно, да, бывают такие вот ошибки. То, что я глохну, все дела. Ехать нам сейчас 221 километр. И как раз таки едем. По тому же маршруту, по которому я ехала в своем самом первом ролике, еду я на новом мане. Это ман TGX. Этот новый ман добавили сами разработчики игры вместе с обновлением. То есть, это не какой-то модовый грузовик. О, мы глохнем. Мы успели поломаться. Скорее всего, это произошло на прошлом стриме. Вот. Много вопросов даже на стриме поступает. Что же это за грузовик? Да, хотя, казалось бы, я сделала целый стрим на этом грузовике. И говорила об этом, но могу повториться еще раз в ролике. Да, это новый грузовик, который добавили с обновлением. Он есть в версии игры 1.47. Вот. Продается в автосалоне мана в трех разных кабинах. Можно иметь конфигурацию и прочее, прочее, прочее. Так. Ну и, конечно, я помню, что когда я снимала свой самый первый ролик, то, кажется, тогда у меня своего грузовика еще не было, потому что свой грузовик я купила попозже. Но помнится, мне ехала я там на Скани. Поэтому повторила я только маршрут из Касселя в Оснобрюк. Как все остальное, оно отличается. Так. Ну супер, вы, конечно, такие прям обгоняла вы оба. А вот не надо гнать. Не надо было гнать, не было бы вот этой проблемы. И помню я еще, что я везла тогда груз одежда. А сейчас я везу картонную тару. Но я не нашла груза с одеждой, поэтому... Как бы я изначально хотела просто лишь проехать по этому же маршруту. Вот. И все. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Еще также хочется предупредить, вот кто до этого момента досмотрит. Я думаю, многие досмотрят, конечно же. Выйдет ролик на механике, где я везу негабаритный груз. Вот. Это будет ролик на Logitech с этим же шифтером и на старом компьютере. То есть фактически вот это последний ролик, да. То есть это последняя запись игры на этом ПК. Но есть еще одна, которую я сняла заранее, но не успела выложить. Это будет негабарит на механике. Вот. Поэтому будет еще, по сути, один ролик на старом ПК. Но это будет не самый последний, который я записала. В общем, вы меня поняли, я вас предупредила. Так. Что-то мы так медленно плетемся. Почему? Ага, вы мне тоже предлагаете обгонять, я так понимаю, да? А что так медленно, о господи? Я не умею обгонять нормально. Там он автобус у нас едут впереди. Ладно, может, машина еще разгонится. А нам еще 143 километра ехать. Так. Может быть, сейчас получится. Вроде бы, знаете, встречных машин нет. И сейчас как появится... Как создам какую-нибудь аварию... А нет, все. Все нормально. Вы знаете, определенно с механикой гонять получается не так быстро, как на автомате. Но в моем случае это из-за того, что я аккуратничаю и просто не осмеливаюсь гонять. Так-то на механике можно только так раздавать, я это знаю. Но... В моем случае я просто слишком сильно... Начинаю бояться, аккуратничать, страшно переключать передачи. Поэтому я на механике почему-то перестала гонять все. Ну, это дело привычки. Я привыкну и начну. Так. Так. У нас вон заправка справа. Так, у нас далее съезд направо. Ага, видимо, уже в сторону города, я так понимаю, мы повернем. Только не глох, не пожалуйста. Так, нам вас на брюк, аст на брюк, ой-ой-ой. О, идеальное торможение, я считаю. Так, и нам направо. Как раз вот за этим грузовиком. Что-то так повернула, чуть в этот ман не въехала, мне кажется. Но, по идее, я брала просто радиус побольше. Все правильно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Знаете, какую я еще отметила интересную тенденцию, да, я такое заметила из моих вот наблюдений. Так, нам сейчас нужно перестроиться, и я скажу. В общем, когда я ездила на автомате, достаточно большой процент людей мне писал в комментариях. Лиза, а когда будет механика? А механика-то будет? У тебя же шифтер есть, давай на механике. Надо учиться на механике, надо тебе привыкать к механике. Все, пора. Хорошо. Начала использовать механическую коробку передач. И стала замечать, что появляются комментарии по типу. Ну, сейчас вообще-то грузовики многие на автомате. Ну, в Евротраке нет смысла кататься на автомате. Ой, на механике. Но механика, в принципе-то, не обязательно. Ну, это игра, зачем здесь механика, катаясь на автомате? Я такая, угу, интересно, интересно. То есть, сначала нужна механика, потом механика не нужна. В ней как бы нет смысла. Я такая, здорово, а что делать? Но я решила, что я все равно как бы продолжу на механике. Периодически, я думаю, можно будет, конечно же, пересаживаться на автомат. Как, например, вот недавно я сделала на стриме. Я какое-то время ездила на механике, потом что-то я пересела на автомат. И то есть, я могу просто менять коробку передач во время стрима, если мне захочется. Или если я там устану переключать передачи. Но мне теперь, знаете, все-таки интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, все-таки, нравится ли вам то, что я пересела на МКПП. Вот скажите мне, все-таки нравится вам или вы действительно считаете, что в этом нет смысла и можно было продолжать ездить на автомате себе спокойненько, без этой коробки. Так. Но мне на самом деле нравится, это интересно, и плюс я уже начинаю более-менее что-то схватывать, что-то понимать, и уже становится легче, чем раньше. Надо просто регулярно это делать, а не как я это раньше делала. Знаете, записала там один ролик на механике. Такая, ну вот я учусь, а потом пересела на автомат, и несколько месяцев не притрагиваясь к механической коробке. Тогда, да, конечно, ничего не получалось. Поэтому я думаю, если уж учиться на механике, то это постоянно мучить шифтер. Ну и, конечно, мне нравится то, что вот камера есть, вот эта вторая. И я могу вам показывать, собственно, как я переключаю передачи. Но мне также предлагали направить камеру на педали. То есть именно вам интересно ещё и на педали смотреть. Поэтому я думаю, можно будет сделать. Но у меня, конечно, третьей камеры-то нет. Но можно будет просто поставить камеру, например, на педали. В общем, что-то придумать можно в любом случае. Я думаю, на такое вам тоже было бы интересно посмотреть. Аснобрюк. Ещё, мы приехали в Аснобрюк. Ой-ой-ой, что-то я еду. Надо было уже передачу переключить. Я просто не хочу сейчас перескакивать на четвёртую передачу. Хочу медленно катиться. Сорок километров в час. Вот всё равно ограничение 50. Поэтому нет смысла гнать. Вот видите, что говорю? Нет смысла гнать. Когда это со мной случилось? Двигатель неисправен. Не надо, не надо. Мы уже почти приехали. Так, чтобы ничего не зацепить. Ну и нам вот сюда, в эту вот кампанию. Всё отлично. Ну и давайте осилим парковку. Сейчас развернёмся, подстроимся и припаркуемся. Так. 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 Ай-яй-яй-яй, давайте чуть-чуть вперёд проедем. Вот так. И ещё чуть-чуть назад. Оп. Да что такое-то, а? Оп. Всё. Стоп. Остановились. Расцепляемся. Ну, чуть-чуть кривовато. Но, тем не менее, припарковаться получилось. И я доставила груз картонная тара из Касселя в Аснабрюк. Ну вот и всё. Совсем скоро я нажму кнопочку «Остановить запись». И это будет последний ролик, который я записала на своём старом компьютере. Говорим ему большое-большое спасибо, а вам большое спасибо за просмотр и, конечно же, за лайки и подписки. Встретимся с вами в следующих роликах и на стримах. Всех вас целую, обнимаю и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»